друзья всем привет давно не показывала вам свои черенки но это уже не черенки это прям уже огромное растение я их постепенно поэтапно начинаю рассаживать уже в по девятку потому что в этих 100 граммовых рюмочках им уже тесно например вот фрайс мельба от 4 0 2 то есть это уже два месяца практически до маленькая почка полностью обвит стаканчик я их спокойненько вот так переваливаю смотрите уже какие саженцы получаются я ну большенькие сразу вот так по девятку а есть такие знаете ну вот например вот такие да вот прищипнула а он стоит на месте все а некоторые развились сразу вот после прищипки сразу на два мощных некоторые были верхушечной почкой я их еще не прищипнула но просто физически что-то нет времени хотел их выгнать в один стволик но вот эти вот условия квартиры они тонковаты и быстро начинают искривляться чуть не повернул их к окну и все и уже стволик кривой конечно скорее всего такие саженцы буду подрезать что-то конечно оставлю на длинные стволики как говорят на штамп но мне нравятся штамбы которые выросли на улице которые уже сразу в палец такие толстые но и с этими поэкспериментируем много уже освободилось место но еще и ого-го есть чего рассадить вот например вот такой вот да вот видно сразу красненькая красненькая скорее всего early sensation а точно вот у него такие сразу черешочки вот чуть они выше они сразу красные прям сразу приметно вообще многие гортензии отличаются вот их смотришь и сразу понимаешь какая у каких-то вот длинненький листик у каких-то кругленький резной вот этот длинненький пастель грин а вот у фрайс мельбы фрайс мельбы она вот так вот узорчиком вот для сравнения например вот рассаженные вчера стаканчики смотрите как отличаются гортензии листом вот такой длинненький skyfall вот это крупные такие большие листья это фантом вот это узорчатый такой краешек это фрайс мельба вот их прям видно четыре штучки одинаковых казалось бы одинаковые растения но вот между собой тоже даже отличаются вот например узенькая длинненькая с красным таким черешочком early sensation а вот так вот резко вытянутый с глубокой прожилкой пастель грин вот снова а рядочек фрайс мельба вот видно как одинаковые листочки проявляются вот здесь вот например самарская леди у нее знаете чуть шершавый листик более округлый такой с округлой прожилочкой но опять же пока вы вот так их каждый день не переставите не сто раз не прочитаете его название в общей массе конечно для вас все будет одинаково после того как я рассаживаю не начинает заниматься все все пространство у меня конечно на балконе места уже нет а рассаживать нужно здесь же у меня на балконе стоят маточники вот кто видел я получала питомника глуховой смотрите они уже были на конусе но это как только я их выставила сюда на балкон они сразу стали вообще прям как лес зеленые здесь же тоже стоят вот маточники еще я вас немножечко удивлю сегодня вот я выставила сорт лета лайм панч оставив у него несколько побегов чтобы они не были такие знаете на черенкование слабые поэтому я вот их здесь оставила они такие стали плотные это у меня bonfire вот а вот эта новинка литл лайм панч я тоже думаю ну чуть слабенький поставлю их на балкон они окрепнут представляете окрепли я проглядела вот на тонны на тоненькой такой ну не самой тоненькой палочки вышло два побега и пожалуйста вам вот теперь уже вообще как жалко резать цветочки вот моментально моментально гортензия начала цвести это спарклинг руби вот вот это конечно молодежь нарежу на черенок большие наверно оставлю на цветение ладно уже пусть так еще здесь вот тоже маточники от глухого и смотрите как мгновенно нарастают буквально за полторы две недели вот уже какой рост их нужно конечно уже черенковать но для того чтобы сейчас резать нужно место а место у меня освобождать только после того как я маленькие стаканчики и кассетки рассаживаю уже в больший объем вот еще вытащила маточник milk and honey у него посмотрите какие вот тонкие были такие ну листовая масса я его сейчас поставила пусть он адаптируется окрепнет потому что конечно тесто что стоят на улице прям жирнючие жирнючие и на примере этого саженца вот хочу показать вам смотрите вот из тонких побегов я вот так не полностью побег выщипывала а прищипывала его вот так укорачивала брала там допустим веточку делила ее и вот то что я оставляла вот часть побега вот обратите внимание вот видно прищипнуты на этой части побега у меня начали просыпаться боковые почки вот он видите такой стал пушистый сейчас я попробую вам показать вот вот смотрите вот прищипка здесь я укоротил и вот из этих почек проснулась 2 то есть я часть черенков срезала и часть побегов сейчас еще наращивает мне листовую массу пойдемте посмотрим как укореняется milk and honey в тепличке их тоже уже нужно рассаживать вот они эти черенки вот это milk and honey молоко и мед ой так видно вот немножко тянутся к свету но они все укоренились пошли в рост выпада вообще не было хороший сорт такой по укоренению вот 20 03 но вытаскивать не буду видно что саженцы пошли в рост уперлись вот уже макушечками в крышку идет активный прирост вот уже из почек из пазух соответственно корни там уже есть их бы тоже уже нужно рассадить в кассетку пока они как бы тут еще ждут своего волшебного часа но уже вижу что укоренение хорошие вот еще здесь вот тоже укоренились уже вижу что в рост пошли milk and honey colorful и немножечко здесь у меня пан золы вот представьте это тоже сейчас нужно все раз черенковать здесь ячейках у меня и bonfire и пиксио и часть планов его много то в кассетках чего мало то в стаканчиках здесь же рядом стоят крупнолистные на укоренение какие-то получше укореняются какие-то похоже какие-то вот уже прям в рост пошли вот еще им надо где-то место здесь еще вот стеллаж не рассаженный кассетка фрайсмельба сейчас я вам покажу смотрите какие верхушечные череночки все ровненькие такие как на подбор солдатики они вообще не прищипнутые хорошенькие тоже надо рассадить вообще фрайсмельба в этом году что-то у меня лучше всех укореняется ее больше всех вот какой стаканчик не возьму все фрайсмельба у меня прям с ней какой-то избыток она конечно красиво красная но я не знаю продам ли я такое количество саженцев здесь у меня злополучная кассетка с плохо укореняемым сортом видите большой выпад это limelight prime он ни в какую там не захотел немножечко вот здесь от 2 0 3 у меня укоренилась в отдельном ящике а там выпад огромный а вот здесь вот практически без выпада это сорт лита лайм панч маленький лаймовый пунш тот который кстати зацвел у меня уже на балконе здесь крупнолистные у меня стоят вот и здесь крупнолистные но здесь у меня царство цветов цветение вот так вот красиво расцвел блоумайза вот такая тарелочка он же ретеллер красавчик немножечко он окрасился от классов такой появился чуть сиреневый окрас а еще она такая больше чувствительно к удобрению к этому флоризель к окрашиванию ну а red angel и royal red они сами себе красные красть их не надо зачем портить такую красоту ну вот когда я устаю черенковать я посмотрю на них думаю ну не зря мы наверное размножаем цветы если вокруг много цветов то и мир становится добрее всем вам желаю хорошего укоренения побольше места для рассада всем спасибо за просмотр всем пока пока